У меня второй день в Лондоне, сегодня я интересную тему для нас подготовил, для того, чтобы посмотреть. Я давно хотел сделать этот выпуск, так как являюсь поклонником фильмов о Джеймсе Бонде. И сегодня мы с вами окажемся на месте главного героя в буквальном смысле. В этом выпуске мы отправимся в места, где снимали фильмы Бондианы. Не только с полюбившимся нам Дэниелом Крейгом, но и более ранней версии Агента 007. Такие как Доктор Ноу, Золотой Глаз и Умри, но не сейчас. В фильмах о британском агенте Лондон является важной локацией. Во-первых, потому что здесь находится штаб-квартира Ми-6. Именно с нее наше путешествие и начнется. Ну а перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть два YouTube-канала. Asmaps Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про мои путешествия и факты о городах и странах. Если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или эмиграции, рекомендую подписаться на каналы. Субтитры создавал DimaTorzok Ми-6, также известная как секретная разведывательная служба, является службой внешней разведки Соединенного Королевства, отвечающей за сбор и анализ разведывательных данных из зарубежных стран. Штаб-квартира агентства, известная как здание Ми-6, расположено в Лондоне на набережной Альберта-85 на берегу Темзы в районе Воксхолл. Его часто называют Воксхолл Кросс или Леголэнд, из-за его характерного постмодернистского стиля, который включает в себя сочетание зеленого и бежевого цветов, изогнутых и угловатых форм и видную центральную башню. Здание стало культовым символом британского разведывательного сообщества и фигурировало в различных фильмах. И, конечно, в фильмах о Джеймсе Бонде. Хотя здание является в некотором смысле публичным лицом, сами операции агентства остаются в высшей степени секретными. Доступ к зданиям и его объектам строго контролируется, и общественности доступно мало информации о внутренней части здания или конкретных работах, проводимых в нем. Здание несколько раз подвергалось атакам и становилось мишенью. Тем не менее, оно спроектировано с учетом требований безопасности с усиленными стенами, пули непробиваемыми, окнами и другими защитными мерами. Штаб-квартира Ми-6 появлялась в нескольких фильмах о Бонде, включая «Золотой глаз» и «Целого мира мало», «Умри, но не сейчас», «Скайфол» и «Спектр». Вот здание Ми-6, дальше у вас Лондон-Ай и Веспинстерский мост, Веспинстерское аббатство, здание парламента. До всех этих точек можно спокойно дойти пешком. Вот на мостах, как круто, велосипедные дорожки отделены от непосредственно проезжей части с автомобилями. Сразу же у вас идет отбойник и полосы. От здания британской разведки по набережной реки Темзе отправляемся к Веспинстерскому мосту. Я взял себе в магазине вот так вот «Mill Deal». Это, короче, комплекты обедные. Это такой уже студенческий вариантик, я вот так называю. Я как вечный студент. В общем, вы знаете, в который раз уже вижу здание парламента и Биг Бен. Сколько раз я себе говорю, все, не снимать Биг Бен и здание парламента. И все равно иду и снимаю Биг Бен и здание парламента. Вестминстер Бридж появляется в фильме 2002 года «Умри, но не сейчас» с Пирсом Бростоном в главной роли. А вот Биг Бен – это вообще культовая достопримечательность Лондона. И появляется она в нескольких фильмах. «Шаровая молния» 1965 года. В этом фильме с Шоном Коннери Биг Бен виден на заднем плане во время сцены, в которой Бонд летит над Лондоном на реактивном ранце. «Спектр» 2015 года. В этом фильме с Дэниелом Крейгом Биг Бен появляется в нескольких сценах. В том числе во время ночной погони на лодке по Темзи. Это лишь несколько примеров того, как Биг Бен появляется в Джеймсе Бонде. Вот это, кстати, таксишки, вот эти лондонские, лондонские кэбы, они переделаны уже, и это электрические. Их делают в Кавандри, рядом, где делают рейндж-ровер, где делают ягуар. Они принадлежат китайской джили, джили их купила. Лондонское метро. Эта система городского транспорта была показана в фильме Skyfall 2012 года. Здесь Дэниел Крейг преследует злодея Рауля Сильву, у которого играет Хавьер Бардем в лондонском метро. Погоня начинается от станции метро Temple и ведет к станции Embankment. Кроме того, у Бонда и Кью, которого играет Бен Уишоу, есть сцена в Национальной галерее, где они обсуждают систему труб. Хотя лондонское метро не так часто упоминается, как другие достопримечательности Лондона, оно все-таки добавляет аутентичности городской обстановке. Трафальгарская площадь – одно из самых знаковых общественных мест Лондона. Она ненадолго появляется в спектре, и здесь Бонд и Манни Пенни, которые играет Наоми Харрис, вместе снимаются в короткой сцене возле Трафальгарской площади. Это место служит узнаваемым лондонским фоном, который помогает определить локацию. Я думаю, достаточно с Трафальгарской площадью и Национальной галереей. Идем к нашему следующему объекту, к нашей следующей точке. До нее тоже можно дойти пешком. Это Саммерсет Хаус. Следующий пункт нашего назначения – Саммерсет Хаус. Это историческое здание и культурный центр в Лондоне. Оно появляется в фильме 1999 года «И целого мира мало» с Пирсом Бростеном. Здесь внешний вид Саммерсет Хауса используется для обозначения штаб-квартиры МИ-6, которую бомбит антагонист фильма РНР. Двор Саммерсет Хауса также используется в фильме для сцены, в которой Бонд встречается с Кью, которого играет Десмонт Левелин, чтобы получить свои новые гаджеты и машину. Во время съемок картины «Завтра не умрет никогда» здание было представлено в качестве военного офиса, а в серии «Золотой глаз» оно стало фоновым изображением в якобы Петербургском парке. Саммерсет Хаус имеет долгую и легендарную историю, восходящую к 16 веку, когда он был первоначально построен как большой дворец для Эдварда Сеймура, герцога Соммерсетского и лорда-протектора во время правления Эдуарда VI. В 17 веке здание использовалось как местонахождение различных государственных учреждений, в том числе военно-морского совета и королевского общества. К концу 18 века первоначальный Саммерсет Хаус пришел в упадок и был снесен. Нынешний Саммерсет Хаус спроектирован архитектором сэром Уильямом Чемберсом. Новое здание предназначалось для использования в качестве общественного здания, в котором размещались различные правительственные учреждения. С конца 20 века Саммерсет Хаус превратился в оживленный центр искусства, культуры и творческой индустрии. В здании была проведена значительная реставрация и перепланировка для размещения различных галерей, выставок и мероприятий. Тауэрский мост Еще одна из самых знаковых достопримечательностей Лондона, по которому все сразу смогут понять, что действие происходит в Capital of Great Britain. Он показан в картине «Целого мира мало» с Пирсом Бросненом. Здесь мы наблюдаем захватывающую погоню на лодке под Темзи, во время которой Бонд преследует лодку, управляемую антагонистом фильма. Погоня проходит мимо нескольких достопримечательностей Лондона, включая Тауэрский мост. Мост, конечно, служит узнаваемым фоном, который подчеркивает лондонскую обстановку фильма. Вот это, ребята, это The Shard, или Осколок, он переводится. Он тоже засветился в Бондиане. Осколок. Современный культовый небоскреб в Лондоне. Он не играет значительной роли ни в одном фильме о Джеймсе Бонде, насколько мне известно. В фильме 2012 года Skyfall с Дэниелом Крейгом Осколок не является центральным местом, но присутствие на горизонте помогает подчеркнуть обстановку современного Лондона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok